Российский союз автостраховщиков рассказал, как он видит предстоящую реформу ОСАГО, в рамках которой государство хочет снизить контроль за тарифами. Пока это выглядит как набор предложений, в котором, впрочем, есть вполне конкретные цифры. Например, базовый тариф ОСАГО для легковых автомобилей хотят повысить почти в 10 раз, до 30 тысяч рублей. На сегодняшний день стоимость полиса автострахования складывается из нескольких факторов. За основу берут базовый тариф, установленный Центробанком, это около 3 тысяч рублей. Затем цифру умножают на несколько различных коэффициентов. То есть это коэффициент территориальный, это коэффициент за водительский стаж, это за безограничение лист допущенного к управлению, это коэффициент за мощность транспортного средства, ну и с управлением с прицепом. Снизить контроль над тарифами – решение регулятора Центробанка. Связано оно с резким увеличением выплат по страховым случаям. Из-за этого возник перекос между объемом полученных страховой компанией премий и обязательными выплатами. Работать на рынке автострахования с прежними ценами станет невыгодно, если не повышать стоимость страховки. Если мы смотрим на наших автомобилистов, которые передвигаются на дорогах, то есть может быть транспортное средство стоит и 30, и 50 тысяч рублей, и столько же может стоить и полис ОСАГО. Конечно же мы этим вопросом возмущены, вот, и мы ждем, наверное, все-таки, что нам какие будут разъяснения по данному вопросу. Копить 30 тысяч на полис ОСАГО пока рановато. Союз автостраховщиков сам по себе не может изменить решение Центробанка. Предугадать последствия потенциальной реформы несложно. Средняя цена на полис может увеличиться с 8-9 тысяч в Ивановской области до 35-40. Таким образом, копнейшие игроки на рынке хотят пополнить истощенные активы. Если посмотреть поглубже, то фактически РСА, являясь некоммерческой организацией, регулирующей деятельность страховых компаний, получает в свои руки контроль над тарифами. Соответственно, уводя из подконтроля государства данные тарифы. Немало автолюбителей, увидев заоблачный ценник на ОСАГО, откажутся от страхования транспортного средства, несмотря на обязательность процедуры. Представители Ивановского движения автомобилистов считают, что в случае десятикратного увеличения базовой ставки следующим изменением должен стать отказ от обязательного автострахования. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.